Клещи уже появились. Здравствуйте, это программа Череповец вызов 112. Сегодня спасатели расскажут, как защитить себя от этих насекомых и что делать, если клещ все-таки укусил. Клещи являются разносчиками особо опасных инфекционных заболеваний, таких как клещевой энцефалит и болезнь лайма. Значит, ну все же, кто чаще подвержен, в общем-то, укусам клещей? Ну, это непосредственно работники леса, такие как егеря, охотники, лесорубы, также любители загородного отдыха, дачники, грибники. Пик активности укуса клещей приходится на май, июнь, начало июля месяца. Алексей Юрьевич, Вы сказали, что укус клеща может привести к болезни, а вот насколько опасны эти болезни, каковы их симптомы и вообще поддаются ли они лечению? Ну, в общем-то, заболевание клещевой энцефалит, оно смертельно опасно для человека. В общем-то, если Вы думаете провести, в общем-то, большую часть лета где-то за городом, или же по службе будете находиться длительное время в лесу, то вообще рекомендуется за два месяца до посещения леса сделать профилактическую прививку в поликлинике по месту жительства. Если же непосредственно Вас укусил клещ, то есть тогда надо в первые ближайшие двое суток сделать противоклещевой иммуноглобулин, который делается в травмпунктах, вот в частности детям делается это бесплатно, но взрослым это все на платной основе. Кроме того, можно применять при укусе клеща йод-антиперин по схеме, то есть это тоже будет, в общем-то, защитой от клещевого энцефалита. Значит, как сопутствующее заболевание может быть еще болезнь лайма, то есть боррелиоз. При боррелиозе, в общем-то, назначаются антибиотики. Если, в общем-то, вовремя это все назначено, то, возможно, выздоровление полное. А в какие части тела любят впиваться в клещ и что, собственно говоря, делать, когда мы его обнаружили? Чаще всего клещ присасывается в открытые участки тела, то есть которыми может быть, если без головного убора, то волосистая часть головы, часть шеи, то есть подмышечные впадины, то есть туда, где открытое место. И что же делать? Как нам его вытащить? Ну, в общем-то, первая доврачебная помощь заключается в том, чтобы, наверное, удалить самостоятельно клеща в ближайшее время. Рутует мнение, что клеща надо смазать маслом, и то есть тогда он сам отвалится, но это не так. То есть при помощи масла вы клеща не удалите. В общем-то, рекомендуется, что? Если у вас есть пинцет, захватить глубоко, ближе к коже клеща и перпендикулярно укуса его просто-напросто резко выдернуть из тела. В общем-то, ротовой аппарат, он может остаться в коже, но особого вреда он не причинит. То есть после удаления основного клеща, если ротовой аппарат, ну и вообще это место желательно обработать раствором спирта или же йода. Алексей Юрьевич, вот вы сказали, что клещ любит открытые участки тела. Тогда как нужно одеться, когда идем в лес? Ну, в общем-то, одеться надо правильно, если вы собрались в лес. То есть брюки обязательно надо вправить в сапоги резиновые. Желательно, чтобы одеть какую-то водолазку, чтобы она закрывала бы участки шеи. Также сверху одеть какую-то плотную куртку и обязательно одеть головной убор. Алексей Юрьевич, а стоит ли применять средства от насекомых? Насколько вот они могут эффективно защитить от клещей? Ну, сейчас великое множество средств защиты от клещей, то есть репеллентов, которые в свободной продаже, в аптеках, в киосках. То есть мы можем, в общем-то, ими воспользоваться. То есть перед походом в лес мы должны репеллентами аэрозолью, в общем-то, побрызгать свою одежду. Это будет отпугивать клещей. Берегите себя и своих близких. Это была программа «Череповец. Вызов 112». Увидимся на следующей неделе.